Дед, я тебя помню Он, взрослый человек, выглядел как пятилетний ребенок Я хочу рассказать вам о своем дяде Алексееве Василия Семеновича Уроженца деревни Селихнова Пушкиногорского района Он был инвалидом детства, пятилетнего возраста Но в годы войны партизанил в Пургорах Его рост позволял выдавать себя за ребенка Мать его носила в школу на клюкушках из Селихнова Он грамотный, кончил школу сколько классов, я не знаю Немцы могли расстрелять Василия Алексеева, хотя бы потому, что он карлик Понимание нацистов не до человека Мы не знаем, для какой партизанской бригады Василий Алексеев собирал сведения об оккупантах Любая разведка – это большой риск В годы войны в Пургорах их поймали и хотели расстрелять в школе В школе там они были у немцев забраны А потом их партизаны спасли, освободили Вы сказали их, там несколько человек получается? Да, их освободили тогда, не одного его, а несколько Они были с партизанами, наверное, взяты То есть это разведчики были, их кто-то выдал, скорее всего Да, 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 скорее всего так Что не именно, что его одного, а несколько человек И сколько ему было лет, когда война началась? Ну вот я не знаю точно, с какого он года Отец мой с 15-го, но он, я думаю, что моложе То есть война началась, он был уже взрослый человек Достаточно по тем временам Он был уже, да Вот, а потом, как я не знаю, как получилось Что после войны, ну, наверное, тут было все сожжено А как вот он в западную двину оказался В западной двине жил тоже с какой-то женщиной-инвалидом Это Белоруссия? Да, да, вот они жили там после войны Ага, Людмила Петровна, я хочу вот уточнить Вообще, карлик-разведчик, это такой, ну, уникальный случай Я бы не встречал даже в литературе Может, в каких-то документах это было отражено? В каких-то воспоминаниях вы пытались найти? Вы знаете, я вот, когда стали собирать документы Вот в эту, в книгу памяти-то Ну, на отца все понятно Я послала, как бы, в архивы, мне пришел документ А насчет его я обратилась У меня нет точного года его рождения И я и писала, и в западную двину писала Туда просила, вот по тому адресу, где он проживал Но это, конечно, уже время ушло Как бы чувствую себя, что думаю Вот у него же больше никто о нем не помнит Да, человек воевал, рисковал Да, и наверняка у него были награды Наверняка были У меня писем-то его не сохранилось А сохранились только открытки к праздникам Вот три открытки у меня есть от него Вот, писем, конечно, нет Проходят годы, но все чаще Людмиле Петровне Вспоминается дядя Вася, этот маленький Такой мужественный человек Хотя видела она его мельком Во время его коротких приездов в родительский дом В 69-м, когда мы в Пушкиногории переехали с Урала Он у нас был Я его видела в Яфе Ну, отец мне и раньше рассказывал Говорил, что А вот у него ручки маленькие Ножки маленькие А потом он приезжал Когда вот отца в 73-м году Похоронили опять в Пушгоре То есть ему легко было себя выдавать за ребенка В разведке Да, он ходил вот такой Ну, вот чувствуете, пятилетний ребеночек Вот он по квартире у нас в Пушгорах Там в Козляках мы жили Когда переехали Он о войне не рассказывал, я так понимаю Нет, ну, он приезжал, как говорится, на день там Ну, день приедет, на другой уезжал Но мы тогда не думали ни о чем Что рады встретиться, немножко поговорили и все Ну да, приходится только гадать Ну, известно, какие там бригады действовали Вообще-то это известно, партизанцы Он, знаете, мог и не попадать ни в какие сводки, оперативы Может быть, может быть Он жил в деревне Он, может быть, даже в партизанском отряде не был Он жил в деревне И просто ему давали задания Он вел наблюдения Может быть, все возможно Потому что человеку с такими данными Физическими недостатками в партизанском отряде невозможно Лет 30 назад, наверное, мы могли бы что-то узнать О партизанской судьбе Василия Алексеева Тогда еще были живы многие ветераны Партизанского движения на Псковщине И кто-то бы, быть может, вспомнил Человека с внешностью пятилетнего ребенка И душой отважного разведчика Всего доброго Мир вашему дому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова